Работа из дома – это не поблажка, а вариант трудоустройства, который должен быть закреплен законодательно. «Единая Россия» инициировала поправки в Трудовой кодекс, защищающий права сотрудников и работодателей при дистанционном режиме работы. Рассмотрение закона проекта в первом чтении в Государственной Думе ожидается 21 июля. Сейчас в Нижней Палате парламента принимают предложения от регионов. Свой пакет предложений направила и законодательное собрание Тверской области. Больше времени проводить с семьёй, экономить время и деньги на работу – очевидные плюсы дистанционного трудоустройства сейчас привлекают многих работников. Ирина делится своим не слишком удачным опытом работы на удалёнке. Свободный график работы из дома в реальности обернулся ненормированным рабочим днём. Я намеренно искала удалённую работу, чтобы больше времени проводить с детьми, и возить их на кружки, на спортивные секции, чтобы самой выстраивать свой график, свой рабочий день. Но на деле всё оказалось наоборот. Работодатель практически требовал, чтобы округлые сутки находилась на телефоне, мог прислать задания по работе поздно вечером, в выходные дни. Конечно, меня это не устраивало. Такой сумасшедший график, и мне пришлось отказаться от этой работы. Во время пандемии коронавируса многие предприятия и организации были вынуждены практически в авральном режиме и переводить часть сотрудников на дистанционный режим работы. Как рассказывает руководитель тверского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Андрюшин, в их организации на удалёнку было переведено примерно 20% коллектива, в силу специфики работы. Пока в организации оценивают такой опыт неоднозначно. Никакие новые технологии не заменят прямого человеческого общения. Как и с внешней средой, так и внутри компании. У руководителя с подчинённым сложные какие-то вопросы. Безусловно, лучше решать в очной беседе, глаза в глаза. К сожалению, без этого никак. Поэтому и плюсы, и минусы. Поэтому неоднозначно. Всё-таки где-то можно это применять в каких-то направлениях. Какие-то процессы всё-таки нужно в условии завершения вот этого пандемийного процесса возвращать в то русло, в котором они фактически были реализованы ранее. В целом, тверские работодатели пока неохотно используют дистанционное трудоустройство сотрудников. Так, в банке вакансий Твери среди более 6 тысяч предложений нет ни одного на удалёнку. А вот у соискателей спрос на работу из дома есть. В основном это относится к тем категориям граждан, которые маломобильны по своей сути. Это граждане предпенсионного возраста, пенсионного возраста, готовые работать на дому. А также мамочки, воспитывающие несовершеннолетних детей, многодетные родители, либо родители, воспитывающие детей инвалидов. Поэтому в будущем, если работодатели будут использовать такую форму занятости, я думаю, что спрос и предложения найдут себя, и работодатели найдут своих потенциальных работников. Единственное, чтобы эта форма занятости была законодательно закреплена в Трудовом кодексе. Урегулировать все спорные ситуации, возникающие между работником и работодателем, должны поправки в Трудовой кодекс, над которым сейчас работают законодатели и в Государственной думе, и в региональных парламентах. Депутаты Законодательного собрания Тверской области поддержали проект федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удалённой работы, после чего обобщили и проработали поступившие предложения от представителей общественности, бизнес-сообщества, профсоюзов. Нужно признать, что многие позиции, которые уже сейчас предложены, они реально уже на протяжении трёх месяцев работают. Очень хотелось бы, чтобы как можно быстрее эти все позиции были закреплены законодательно. Для того, чтобы при возникновении, а всё-таки спорные ситуации существуют, они возникают, чтобы при возникновении таких ситуаций можно было бы сослаться на законодательство, на законы, которые будут приняты, и на Трудовой кодекс, в котором будут подробно прописаны обязанности, прежде всего, и права работодателя и работника. Так, например, предполагается определить понятия и виды нерабочих дней, установить перечень направлений расходов сотрудника, который должен возместить работодатель, определить порядок привлечения к ответственности работника за несвоевременный ответ или отсутствие ответа на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции и другие предложения. У нас родилась таблица наших предложений, которые мы на сегодняшний момент передали уже нашему депутату в Государственной Думе Тверской области Веременко Сергею Алексеевичу и нашему члену Совета Федерации, это законодательное собрание в Тверской области, это Епишину Андрею Николаевичу, для проработки этих вопросов. То есть ко второму чтению, второе чтение будет у нас, я планирую, что-то там в сентябре месяце, наверное, в Государственной Думе, эти вопросы будут также рассмотрены на Государственной Думе в Совете Федерации. Есть такое понятие, что там рабочие места, должна быть проведена аккредитация рабочего места. То есть вот это мы там прописали такие вопросы, которые необходимо сейчас ответить. Я считаю, что в целом поправки Трудовой кодекса в части дистанционной работы, в части удаленной работы, они назрели. Предполагается, что депутаты Государственной Думы рассмотрят проект закона во втором и третьих чтениях в осеннюю сессию, а в силу новой нормы вступят с 1 января 2021 года.